МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это было в 2002-м, много лет трезали. В 2003-м сам соорудил вот этот заезд. А потом заходить-то плохо мне, конечно, было. Порочень придумал. И еще думал, как же, мне разрешат или не разрешат с подъезда? Ну, разрешили. Оказывается, когда разрешили, так у меня все бабушки благодарили. Ну, они уже все покойные, конечно, уже нет. А так все нормально. Вот я на месте. Знайомтесь, это Федір Примайчук. Хизуется, как самотужки облаштувал себе пандус. Каже, ранее и думки не мав, что опиниться в инвалидном визочке. Нет, две шестерки. Родился в Ивановской области. Там я окончил ПТУ. Ну, столяр, плоти виз. После этого самого я попал в Крым. Это Евпатория. Мы там отстраивали пионерский лагерь Артек. Когда квартиру получил, нам средств не хватало. Что ж, трехкомнатная квартира? Гуляй. Где-то надо что-то покупать. Дочка и внук есть. Сын умер. Внук остался. Уже 20 ему в сентябре будет. 20 год внуков. Что я могу сказать? Есть, да, действительно, Федір. Есть дети у меня там. Было все, было в жизни, все было. Но оно так и все осталось. Ну, плохо, что я везде сдал. Это вообще плохо, конечно. Ну, пока держусь. Ну, в смысле, видите, как бы. Ну, что, заболел. Заболел я, понимаете? Если бы я не болел, это же я бы еще работал, понимаете? Я бы деньги заработал. А так, ну, кто? Я никуда сейчас. Вообще, я никуда. Ну, что такое? Человек без ноги. Куда я? Я вообще никуда. Не в магазин. Там никуда даже. Никуда. И везде надо стучать. Только стучать. В это время я заехать не могу. Там скачок. Плитка лежит, вроде, так пандус есть, да? А перед этим, получается, вот такой скачок. Я могу лезть назад. Я часто ложусь назад. Где-то, если я неправильно заехал, я хоп и лежу на стене. Вот такие дела. Все, это самозаболевание. Атероская рост нижних конечностей. Вот это я с 2002 года болею. И с 2002 года я 7 операций перенес. Ну, судьба. Просто, что жить. Судьба жить, понимаете? Да, я был там. Когда мне ноги отрезали, я был там. И мне сказали, ну, я свет в конце тунеля видел. Мне сказали там, живи еще, ты молодой еще, живи. Вот так мне сказали, да. Я был при таком стрессе, что мне сказали, живи. Тебе что жить надо? Вот и живу. Как лишился ноги, так и все життя пішло шкереберть. Та найбільше, за что болела у него душа, это то, что делать больше не может. Аби не сидеть с дружиной на милене, Федору довелось ей идти на край ноши. Сбор бутылки готовили на двоих. Это уже как пошло в хобби. Сначала я как-то стеснялся. Ну, не хватало что-то, понимаешь? Ну, надо было. Не хватало денег, не хватало. Потом вроде пенсию добавили, вроде и хватает. А уже вошло, ну, как-то в это все. Пошло, пошло. Начал собирать на рыбалку. А рыбалка сейчас же, чтобы поехать на рыбалку, надо 600-700. Они валяются здесь, а так и там. А вот здесь скамейки, да, здесь. Ну, везде были. Они как-то были, ну, дешевко. Ну, я не знаю. Сейчас. Я сегодня сдал. Это суббот, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг. За пять дней сегодня на восемьдесят, восемь гривен. Еду на Терезы. Там я, ну, тоже хорошенько подпасться. Да, еще, даже пока я доехал туда, то я подпасться. И вот переезжает дорогу, чтобы мне ехать домой. А так на бордюре стоит бутылка. Ну, я ее вижу. Поднимаю полбутылки. Ну, это почти полная. Никого же нет. Ну, я ее выливаю. Когда такой шум. Лисопед, тормозит, и вокруг раз, и встал возле меня. Вот это, думаю, и попал. Ну, бутылку пива, чью-то выехал, понимаете. Молча стоит, достает, ну, портмонет разворачивает, достает купюру, и мне, на, мужик. Я не торжу. Я говорю, у меня перемтуло вообще. Я вижу, что пятьсот древних. Я сразу не вижу. Я до ласточки ехал, я не мог разговаривать, понимаете. Я не мог. Потому что у меня рот был открыт, да, вот так, мне кажется, было. Как это? Пятьсот древних. Это считается полпенсии кого-то. Хоча ветер поринает у спогади с посмешкой на обличчі, та все ж у очах сум. Треба негайно додавати яскравих фарб у его життя. Фатер Иванович, дізнавайтесь, кейке у вас бажання. Вашу передачу я часто смотрю, переканал. И я любитель рыбалки. Смотрю вашего журналиста Хринова, который, я смотрю, он там дарит всем, как кто-то, это самое, корма для рыбы там, смотрю, ну, выезжает на речку. Если возможно, пусть приедет, пообщаемся. Хотів просто познайомитись з ведучим рыболовлі на Криворіжжі Олександром Хриновым, а як результат поїхав з ним рыбачити. Ще й місце зустрічі, яке природа Карочнійського водосховища. Природа здесь вообще нормально хорошая. Я здесь не раз был, я так понимаю, здесь в куці делал. Здесь много отдыхаешь, особенно на выходи. Здесь вообще, машина мне здесь встать даже. До килограмма карась такой, кула, ввес. Кула я одну, это года два, два года назад где-то я был здесь. Хороший такой, крупненький карась. Лежишь хороший, здесь короб ездить. Ну, это ж надо, все ж надо приловчаться, ездить надо постоянно. Та задача не лише краєвидами милуватись, а насамперед порибалити. Федір Иванович, звичайно, досвідчений рибак, але ще стільки всього не знає. Та Олександр Хрєнов ознайомить його з усіма азами професійного рибальства. Примерно где-то метров на 70. Не надо кидать метров на 70, это удилище. Не для таких целей. Вот здесь вот сразу за травой начинается карась и платформа. Мы вам заклипсуем туда и будем ловить. Что главное у рыболовлі? Звичайно, прикормка. Ну, сейчас запах раскрывается. Прикормка поставится. Ароматизаторы вступают в силу. Прикормка сделай, пусть настайзу. Сейчас мы сделали первое увлажнение. Прикормка в себя впитывает воду. Ей нужно минут 15, чтобы она, скажем так, настоялась. И потом еще немножко мы ее довлажним. Она подсохнет корочкой, даже немножко возьмется. Наша готова рыбачить. То ж ловись, рыбка маленькая чи велика. Ну, пошел, перебошел. Риболовля – гарний привід поточити ляси. Я рыбачу с 13 лет. С самого села. То есть опыт приличный у вас? Да. А кто вас приучил к рыбалке? Сам, сам по себе. А что это было за водоем? Ну, это ж все лето. Тарфовища такая, зебуха. Я еще под сальчиком был. Карасики там плювали, да? Нет, я же щучек ловил тоже. Воду с колобутей, то есть щучки. Они же выплывают. И карасика тоже ловил. И за теребенями мы и не помітили, как у Федора Ивановича уже перша клюнула. Красно. Красно? Нет, это плотва. Она хорошая. Она немного белая. Как вам первая рыба? Старт, кидай туда, я не знаю, куда ее кидать. На. А за одною, и друга, и третья. Риболовля пішла, как по маслу. Федор Иванович сейчас на опытный рыболов. Видно, что у него за плечами большой опыт рыбной ловли. Мы с ним сегодня разговаривали. Он с 13 лет начал ловить рыбу. Поэтому все на уровне, все хорошо. Для Федора Ивановича новая снасть, но он уже потихоньку к ней привучается. Поэтому у него начинает получаться все лучше. Сейчас вот уже было поймано несколько рыбок. Рибалка хорошая, место хорошее. Я думаю, все будет хорошо. Федор Иванович, рассказайте, как рыболовля. На уху уже наловили, хватит. Ну мы же будем отпускать. Да. Ну, хай подрастает. Ну, взагалі, как вам? Ну, я ж на таки снасти не ловил. Ну, сейчас лежу, попасть. Ну, привыкать надо, ко всему надо привыкать. А улов как вам? Дивите, какая хорошая рыба. Уха будет. Будет уха? Да. Полюбляете уху? Не очень, но... Добре. Дивите, мы же вам обещали корм. Ось такий. Большое спасибо. Ось такий. Это Александр выбирал. Уху варить не будем, потому что мы решили, что жизнь ценнее. Уху варить. Спасибо. Риболовля с Олександром Хриятовым. Еще вчера для Федора Ивановича это казалось чем-то нереальным. Но, как мы знаем, все мрії должны сбиваться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok